Мы продолжаем рассматривать четверо Евангелия на библейском портале Exeget.ru. Сегодня мы поговорим о Евангелии от Луки, об особенностях этого Евангелия. И первое, традиционно, о чем мы говорим, это автор третьего Евангелия. В древней церкви не было абсолютно никогда никаких сомнений, что автором третьего Евангелия является один и тот же человек, который написал и книгу деяний. Соответственно, евангелист, идея, писатель — это одно лицо. И древнейшая церковь утверждает, что это апостол и евангелист Лука. Свидетельства древних в лице святого папи Иерапольского, в лице Климента Александрийского, в лице святого Иеринея Леонского, они однозначно говорят нам о том, что тот Лука, который был возлюбленным врачом апостола Павла и написал со слов апостола Павла третье Евангелие. Конечно, при рассмотрении авторства третьего Евангелия есть у библистов определенные вопросы, и один из них достаточно интересный, но не сказать, наверное, что очень важный, мог ли быть апостол и евангелист Лука так называемым имаусским путником. Древнейшее предание говорит о том, что Клиопа и Лука встречают воскресшего Господа в день его славного воскресения, доходят до имауса, принимают вместе с Господом трапезу, вкушают хлеб, и, поняв, что перед ними воскресший Христос, возвращаются тотчас из имауса в Иерусалим к прочим апостолам. Мы видим, что имаусские путники, это 24 глава Евангелия от Луки, однозначно должны были быть иудеями. Поскольку в беседе со Христом говорят ему, что те, кто распял Господа, были их князьями и вождями. Но, с другой стороны, мы видим по книге Деяний один интересный факт. То, что апостол Лука присоединяется к апостолу Павлу не раньше, чем во втором путешествии, миссионерском апостолу Павлу, которое началось не раньше, чем в 47-48 году по Рождеству Христову. Мы можем этот сделать вывод даже по тексту книги Деяний. Если до 16 главы 10 стиха повествование ведется в форме третьего лица, то с этого места, 16-10, начинается повествование в форме первого лица множественного числа. И как раз считают, полагают, это тот момент, который является моментом присоединения Луки к апостолу Павлу. Но вопрос, где был апостол Лука до момента соединения с апостолом Павлом, он остается открытым. Однако, есть исследователи, которые говорят о том, что Лука вряд ли мог быть им аузским путником. Связано это вот с чем. В послании к Колосинам апостола Павла, которое было написано около 54-го года, и которое бесспорно писалось уже в присутствии апостола Луки, поскольку Лука, как врач из этого же послания следует, был при апостоле Павле, так вот, из послания к Колосинам следует, что апостол Лука не был в числе обрезанных спутников апостола Павла, то есть он не был ни иудеем, ни празелитом, принявшим иудаизм. И тогда встает вопрос, мог ли не обрезанный, не будучи иудеем, оказаться на месте им аузского путника и назвать религиозных вождей, распявших Господа, своими князьями и вождями. Еще один момент, который традиционно мы связываем с апостолом и евангелистом Лукой, это то, что Лука являлся живописцем. Конечно, для нас это слово первоначально, в первую очередь, лучше сказать, значит то, что он был иконописцем, но справедливости ради следует заметить, что Луку живописцем древне называли именно по причине того, что он был мастером слова, он живописал евангельскую историю. И в этой связи следует, наверное, заметить, что по канонам мировой литературы Евангелие от Луки является бесспорно шедевром и жемчужиной. Но если апостол и евангелист Лука был врачом, то, конечно, это не мешало ему быть и иконописцем, поскольку он прекрасно знал строение человеческого тела, он хорошо знал законы математики, физики, химии на тот момент имеющиеся, и поэтому для него написание иконы, наверное, не было проблемой. Что еще мы могли бы заметить в адрес апостола и евангелиста Луки? Да, действительно, это возлюбленный врач, который помогал апостолу Павлу. Но в чем заключалась эта помощь и от каких болезней лечил Лука апостолу Павла? Современная библеистика называет немало болезней, иногда каких-то даже несуразных приписывает апостолу Павлу, но, наверное, точно, абсолютно мы могли бы сказать, следуя послания Галатам, то, что апостол Павел до конца своих дней страдал глазной болезнью. Это было связано, возможно, даже вот с тем событием его ослепления, потом исцеления от апостола Анании, а в послании Галатам апостол Павел прославляет этих христиан, в том числе даже за то, что они так были, хотели, чтобы он остался с ними, что готовы были ему отдать свои глаза. Возможно, апостол Лука и от глазной болезни лечил апостола Павла. Теперь то, что касается адресата этого послания. Вообще, наверное, Евангелие от Луки, как единственное, исключительное, очень четко обозначает своего адресата. Это державнейший Феофил. В начале, так называемом, прологии этого Евангелия, в первых четырех стихах упоминается державнейший Феофил, как он, в принципе, упоминается и в прологии книги Деяний. Ну и вот в данном случае нам остается только попытаться понять, кто такой был Феофил с титулом державнейший или достопочтеннейший, как дается иногда в переводах. Вот здесь исследователи полагают, судя по этому титулу, который следует по-гречески, что все-таки Феофил был антиохийцем. И державнейший слово, оно обозначало сановника достаточно высокого ранга, примерно то, что соответствовало бы нашему дореволюционному дворянину или всаднику в Риме. Но в любом случае мы можем сказать, что державнейший Феофил был небедным человеком, антиохийцем, и, соответственно, отсюда идет дальнейшее предание или вывод предания, что он был ктитором христианской антиохийской общины, то есть на чьи средства отчасти жизнь этой общины поддерживалась. Правда, есть и другое объяснение адресата, если мы прочитаем слово Феофил не с большой, а с маленькой буквы, то есть как имя нарицательное, в частности так делает блаженный Феофилан Бомберский, то мы тогда получим, что Евангелие Третье обращено к любому боголюбцу, именно так переводится это слово, и в связи с этим, наверное, уместно заметить, что Третье Евангелие иногда называют как Евангелие для общих христианских нужд по этому поводу. То, что касается цели написания Евангелия, которую сам определяет апостол и евангелист Лука. Опять же, в начале своего Евангелия Лука очень четко эту цель обозначит. Он под тщательным исследованием всего, по порядку, пишут державнейшему Феофилу евангельскую историю. И вот это под тщательным исследованием и по порядку как раз определяют цель дать точную хронологическую последовательность и точную догматическую формулировку тех бесед и откровений, которые мы слышим из уст нашего Господа. Относительно времени написания здесь существует несколько гипотез, когда Евангелие от Луки было написано. Единственное, что можно утверждать, опять же, благодаря самому евангелисту, то, что оно не могло быть написано первым, поскольку Лука заявляет, что многие уже до него составили повествование евангельские. Какой год здесь можно было бы поставить? Конечно, традиционный год, который ставится, это начало 60-х годов, когда апостол-евангелист Лука был при апостоле Павле, находящемся в узах. И вот тогда, имея, в общем-то, свободное время и сопутствуя, находясь при апостоле Павле, апостол пишет Третье Евангелие. Но существует и другая гипотеза, о которой упоминают церковные древние учителя, в частности, Оригент, год его кончины, 254-й, то есть это середина Третьего века. Ну и вслед за ним повторяет эту гипотезу святитель Иоанн Златоуст. Это начало Пятого века, год кончины, 407-й. Вот здесь церковные учителя полагают, что Евангелие от Луки могло быть написано около 54-го года, даже немножко пораньше. Откуда они выводят эту гипотезу? Дело в том, что уже упоминаемое нами послание Колосиным имеет интересный текст. Апостол Павел говорит, что среди его спутников есть некий брат, похваляемый за благовестие. Ну, слово благовестие, понятно, по-гречески мы считаем как Евангелие, Евангелион термин. И для Оригена, и для святителя Иоанна Златоуста, конечно, это было указанием на то, что среди спутников апостола Павла и есть тот Лука, который похваляется за Евангелие. Но Евангелие, соответственно, написанное. Поскольку послание Колосиным было написано около 54-го года, то, соответственно, и вывод, что около 54-го года было написано это Евангелие. Но, с другой стороны, конечно, было бы справедливо заметить, что среди спутников апостола Павла были и другие искусные проповедники и благовестники. Но только благовествовали устно, конечно. Здесь могут быть названы Аполлос, и Силуан, и Тимофей. Поэтому в данном случае вопрос о 54-м годе, он, наверное, все-таки должен быть нами оставлен. Хотя, в данном случае, этой точки зрения придерживался и Климент Александрийский, который, кстати, был учителем Оригена и полагал, что как раз очередность Евангелия, но вот он единственный, Климент Александрийский, считавший так, очередность написания Евангелия именно такова. Матфей, потом Лука, потом Марк. То, что касается гипотезы о написании Евангелия Третьего после гибели Иерусалима, то есть в силу того, что в пророчественной беседе этого Третьего Евангелия Христос упоминает об Иерусалиме, окруженном войсками, как верном признаке того, что Иерусалим будет разрушен, то здесь можно было бы сказать, что это не обязательно значит, что апостол Лука знает о гибели Иерусалима. Во-первых, эту беседу произносит всеведущий Бог, который может знать и знает абсолютно все. Во-вторых, в древности больше никак по-другому практически города не падали. Сначала их окружали, была осада, брали измором и потом брали город. Ну и в-третьих, мы должны сказать, что если мы пойдем по пути определения по пророчественной беседе, то есть по признакам, знает автор о гибели Иерусалима или не знает датировку Евангелия, то мы вынуждены будем сказать, что и Четвертый Евангелие тогда должно было быть написано до гибели Иерусалима, поскольку в Четвертом Евангелии мы не найдем никаких свидетельств ни из уст Евангелиста, ни из уст Христа о том, что они знают о гибели Иерусалима. Но абсолютно бесспорным вопросом для всех и вопросом закрытым является тот факт, что Четвертый Евангелие, о нем мы когда-то поговорим, было написано все-таки на рубеже первого и второго веков, то есть около сотого года по Рождеству Христову. Теперь об особенностях Третьего Евангелия. Они определяются большей частью именно в силу того, что написаны для паразелитов, в силу того, что цель сам обозначает Евангелист Лука, это тщательное исследование и хронологическая последовательность, все по порядку, ну и, конечно, близостью к апостолу Павлу. Надо справедливости ради заметить, мы говорили это о Втором Евангелии, о Третьем Евангелии, заметить справедливости ради, что для древних нередко Третье Евангелие было Павловым Евангелем. Ну, это отрадный факт. Мы можем сказать, что да, православие христианство имеет в определенном смысле Евангелие, написанное первоверховными апостолами. В силу занятости они не могли этого сделать непосредственно, но их ближайшие помощники Марк при Петре и Лука при Павле нам эти Евангелия оставляют. Итак, особенности Евангелия от Луки. Первая, наверное, особенность, тщательное исследование цель может быть обращена в особенность как историческая точность. А по порядку описания, цель описать все по порядку, это, конечно, хронологическая последовательность. Итак, историческая точность и хронологическая последовательность — это первая особенность Третьего Евангелия. Это достаточно важный факт. То есть при рассмотрении хронологических проблем, при свечениях между первыми тремя особенно евангелистами, читатель или исследователь может обратить внимание, что всегда предпочтение отдается Третьему Евангелию. Именно по этой причине Лука занимается, тщательно исследует и хронологически последовательно прописывает, старается прописать то, какое событие за каким следовало. Вторую особенность можно вывести, в общем-то, из первой особенности. Евангелист Лука очень точен в названии географических мест, селений, городков. И примечательным будет даже тот факт, что в Третьем Евангелии вот этот огромный водоем в Галилее назван озером Генесарецким, а прочие евангелисты — Матфей, Марк и Иоанн — называют его морем. Хотя, с точки зрения вот такой формальной, это все-таки озеро, поскольку водоем с пресной водой. Также мы можем в Евангелии от Луки найти медицинские термины, что в определенном смысле свидетельствует о том, что автор был знаком с врачебным искусством. Как, в общем-то, и в книге «Деяний», конечно, эти термины встречаются. Ну, на слух из знакомых, может быть, повествований для слушателя здесь мы можем привести такой пример. Например, когда Христос говорит апостолам такие слова, «легче верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому спастись». Вот если по Матфею и по Марку слово «игольное» образовано от механической иглы, то в Евангелии в Третьем слово «игольное» образуется от термина, обозначающего иглу хирургическую. Мы можем здесь также вспомнить чудо исцеления тещи Петровой. Вот в данном случае событие описывается тремя евангелистами первыми. По Матфею и по Марку стоит термин, который действительно должен быть переведен как «горячка». А вот в Третьем Евангелии этот термин достаточно точен с медицинской точки зрения. По-русски это звучит как «дизентерия». Итак, медицинские термины, с которыми был знаком автор, свидетельствуют о том, что автор Третьего Евангелия – врач, возлюбленный апостолу Павлу. О чем еще здесь можно было бы важным заметить, именно как связь с апостолом Павлом? Она должна быть налицо, но, к сожалению, апостол Павел был апостолом языков. Он нес к ним благую весть о том, что абсолютно всякий человек имеет право, равные права с прочими, на вхождение в Царство Небесное. То есть нет здесь ни Элина, ни Скифа, ни Иудея, ни раба, ни свободного и так далее. Как это мог засвидетельствовать в своем Евангелии апостол Лука? Пожалуй, здесь самый верный выход, который нашел апостол – это дать положительный образ самарянина. Если мы обратимся к Третьему Евангелию, то мы увидим, что в нем действительно немало образов положительных, которых нет в других Евангелиях, связанных с самарянами. Ну вот, в частности, такая притча, как о милосердном самарянине, которая есть только в Третьем Евангелии, как раз показывает нам положительный образ человека, достойнейшего для Царства Небесного. Чудо исцеления десяти прокаженных мужей – тоже мы знаем чудо, которое имеется только в Третьем Евангелии, где единственный поблагодаривший Христа и является самарянин. В начале 4 Евангелия, именно в конце 4 главы, мы находим интересное повествование о посещении Христом на Зарецкой синагоге. И вот здесь сам Христос, можно сказать, свидетельствует присутствующим в синагоге иудеям, что язычники являются не хуже, чем иудеи. Они тоже не меньше достойны вхождения в Царство Небесное. Ну вот на слух, наверное, такие знакомые слова Христа, после которого разъяренные иудеи хотели его погубить. «Много было вдов в Израиле, но ни к одной из них не был послан Илья, как только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много было прокаженных в Израиле, но исцелился только один – Нейман Сирианин». Еще важно заметить, что иногда в Третьем Евангелии мы находим тексты, дословно совпадающими с текстами, которые имеются в посланиях апостола Павла. Текстуальная зависимость таким образом. И, наверное, одним из таких серьезных примеров, которые мы могли бы привести, это описание Таинства Евхаристии, которое имеется, как известно, в первых трех Евангелиях у Матфея, у Марка и Луки. В описании Таинства Евхаристии практически дословно совпадают Матфей и Марк между собой, а Лука очень сильно от них отличается. Но примечательно, что в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, где апостол Павел дает также описание Таинства Евхаристии, зачало которое читается, кстати, в Великий Четверток. Вот здесь, точь-в-точь, как у Луки, мы найдем у апостола Павла, что и является как раз важным свидетельством того, что Лука от Павла зависит. По поводу символа Третьего Евангелия, символом является телец, это священное и жертвенное животное. Вот эти два важных аспекта символа, и священное, и жертвенное, как раз и преданием обозначают то, на чем делает акцент апостол-евангелист Лука. То, что касается священного животного. В данном случае Третья Евангелие акцентирует наше внимание на том, что служение Христово является служением священническим или первосвященническим. Не случайно Третья Евангелие вводит читателя не просто в человеческую историю, как это сделано в других Евангелиях, а сразу в священную историю, поскольку первым событием Третьего Евангелия является благовестие Захарии, которые случаются именно в Иерусалимском храме. В Евангелии от Луки мы найдем события с 12-летним отроком Иисусом, связанные, которые тоже показывают нам уже 12-летнего отрока, как человека, который на равных общается с религиозными вождями Ветхозаветного Израиля. Мы найдем в Евангелии от Луки немало поучений Христа о молитве. Например, евангелист Лука замечает, что молитву Господню, это 11-я глава по Евангелию от Луки, Господь дает апостолам именно как ответ на просьбу, научи нас молиться. В Третьем Евангелии мы найдем немало притч Христа, которых нет, кстати, в других Евангелиях, которые являются, по сути дела, притчами, учениями о молитве. Мы можем здесь вспомнить, например, притчу о мытарее фарисеи, можем вспомнить притчу, например, о бедной вдове и неправедном судее, и некоторые другие притчи, которые показывают нам именно то, как нужно молиться. Важно, что и в самые важные моменты евангельской истории, по свидетельству именно Третьего Евангелиста, Христос молится. При описании крещения, при описании преображения, в момент преображения только Лука скажет, и когда молился, преобразился перед ними. Важно, что даже на кресте, в Третьем Евангелии, Господь молится. И, с другой стороны, телец является жертвенным животным. Ну вот, сама по себе жертвенность на языке святых древних отцов, это, по сути дела, есть служение милосердия. Потому что на жертву готов только тот, кто нищет своего, кто из жалости и любви к человеческому роду что-то совершает. И вот это жертвенное служение по Третьему Евангелию тоже прослеживается по многим очень важным аспектам. Конечно, это и сама подача чудес, которую мы найдем в Третьем Евангелии, когда говорится о том, что Христос, умилосердившись, часто останавливается и совершает чудо. Ну, например, воскрешает сына наинской вдовы. Мы найдем в Третьем Евангелии немало притч, которые являются притчами о милосердии. Это уже упоминаемая притча о милосердном самарянине, притча о блудном сыне, притча даже о заблудшей овце. То, как она подается в контексте, как он в Третьем Евангелии, это именно притча о милосердии. Важно, наверное, заметить, что и последние слова, которые Господь произносит, одни из последних слов на кресте по Евангелию от Луки, это тоже будут слова о милосердии к тем, кто Господа распитал. Прости им, ибо не ведают, что творят. Таким образом, мы можем убедиться лишний раз в правоте священного предания, то, что не случайно у Третьего Евангелия является символом телец. Это, еще раз скажем, священное и жертвенное животное. Вот, пожалуй, то главное, что хотелось бы мне донести до слушателя, рассуждая об особенностях Третьего Евангелия, Евангелия от Луки. Спасибо за внимание.